Замена бака американского на Европу. Европу, Японию. Знаете, да, отличие? Американский бак, имеющий так называемый мешок внутрирезиновый с системой EVAP, чтобы пары бензина не попадали в атмосферу. Бензонасос, который находится там в мешке, его не поменять. Ну и самое главное его неудобство, то что зимой скукоживается и неудобство при заправке. Приобретен был такой вот бак с Приморья. Чистенький по всеми шлангами. Японская горловина тоже меняется. Будем менять. Бензин с американского бака сливал вот так, принудительно включив питание на бензонасос. Больше его никак не слить. Можно, конечно, вертеть его, крутить, но этот клапан даже не дает слить. Вот так вот сливаю бензин. Ну вот, бак у нас уже стоит. Установив бак, я перекинул, чтобы не резать проводку, переставил из коннекторов провода в разъемчике. Переставил. Родной штатный японский разъем. Запускаю машину. Вижу ошибки по баку, там по ивапу. Я здесь зацепил блок от японца. В нем прописаны термосы. Вот блок японца. И видим вот такую вот пляшущую штуку. То есть датчик показания топлива у нас, уровня топлива у нас нормальная, а кассет у американцев, то есть у него, грубо говоря, вот этот разъем, там 6 проводов, 2 проводы дают, а датчик температуры топлива. Ну вот, сейчас я от батареи просто взял датчик. Можно, конечно, сопротивление повешать. Неудобно одной рукой. Не цепил датчик температурный. Давайте посмотрим. Все, шпидометр нашелся у нас. Остается только отбросить клапан с термосом. И полу-японец, полу-американец поедет дальше бороздить просторы Челябинска. Спасибо. Продолжение следует...